Продолжение следует... В эту пору, в 80-е годы, я уже, честно говоря, не помню, почему меня заинтересовал этот сюжет, но только-только начали появляться публикации, там было две вагоньки, еще там одна была публикация, и главным источником для нас была книжка американского историка Роберта Уильямса, которая мне привез, по-моему, я не помню, кто, в общем, кто-то из друзей прислал мне из Америки, по-моему, тот же Боря Гройс. И когда в 99-м году возникла идея такой книжки, инициатором ее был небольшой такой коллектив авторов, вернее, издательство «Русский авангард» Клаве с Андреем Соробьяновым, они почему-то решили, что они эту книжку делать не будут, а книжку буду делать я. И я как сейчас помню, они меня позвали и сказали, вот есть такой проект, давай ты это будешь делать. И вторым человеком, который делал этот проект в 99-м году, книжка увидела свету в 1000-м, это был Николин Николин, наш любимый Николай Владимирович. Потому что в ту пору интернет еще был в самой зачаточной стадии, переписываться с музеями было очень сложно, и еще все изображения, которые сейчас большинство в этой книге «Великих шедевров» в открытом доступе, надо было получать, платить деньги. У нас был спонсор. И, короче говоря, да, многие документы были закрыты, в том числе были закрыты почти все документы Эрмитажа. Была единственная книжка, Эрмитаж, которую мы потеряли, которая опубликовала вот часть этих документов. И вынужденно пришлось эту книжку, в общем, лепить мне самой при помощи нескольких моих коллег, в том числе Рифата Гафифулина, одного из крупнейших знатоков архивного дела и сейчас занимающего пост по научной работе музея Павловска. То есть она была как бы не автор, ну не то, что не авторская, то есть я получала, у меня была небольшая группа моих помощников, просто даже в издательстве, и все это приходилось перерабатывать и сделать такой текст, который всегда шел под нашими именами, моим и не кальяна, потому что, в общем, мы ее, так сказать, своими руками и своими силами создали. По прошествии нескольких десяти лет стали появляться все новые и новые материалы. В Вене прошла большая конференция по прудным сокровищам, Хиллутский музей издал книжку. И возникла идея сделать нашу эту книжку 2000 года по-английски. Но времена уже изменились, очень много нового, и поэтому какие-то документы уже были открыты, Эрмитажа, и поэтому я уже знала, кто чем занимается, и тогда я привлекла к работе Лену Соломахову из архива Эрмитажа, Алексея Петухова из Пушкинского музея, чтобы он написал Гамонзеи, Елену Емельянову из Ленинской библиотеки. И таким образом у нас появились дополнительные, как бы ядро осталось старой книги, но у нас не было импередельной главы про Эрмитаж, книги был такой очень коротенький эссе, тогда у нас не было в руках этих документов о продаже картины собрания Морозова и так далее. И эта книжка тоже огромными трудами в 13-м году вышла по-английски. Прошли еще годы, и теперь получается, что между нашим первым изданием и нынешней книгой, которая я держу в руках, прошло 20 лет. Но помимо того, что сменилось поколение, бренд книги, этот слоган «Продные сокровища России», который с таким трудом был когда-то найден, он так и остался, мы его не стали убирать. Мы решили взять эту английскую книжку и все-таки ее издать по-русски, потому что ее тоже уже нет, теперь она тоже уже в библиографической редкости. И оказалось, что, конечно же, за 20 лет удалось многое уточнить. Во-первых, многие вещи просто поменялись от владельцев. Например, коллекция Фаберже, которая раньше была, принадлежала Форбсу, она теперь находится в музее Фаберже в Петербурге. Какие-то вещи уточнились. Прекрасный именной указатель, который мы сделали, все вот эти имена мы теперь можем знать, даты рождения, смерти, особенно это видно по именному указателю. 1937 год просто выкосил всех, кто участвовал в этом процессе. Но и мы решили, что раз уже в первой книге мы публиковали отдельно список Алмазного фонда, потому что часть его тоже была продана. То есть мы решили, что эта книга более популярна, и мы убрали вот эти документы, которые были в приложении в книжке 2000 года, и когда уже книга была практически готова, и наш художник Оксана Лебедев-Скачко, она внимательно еще раз прочитала, она на отдыхе как раз в Петербурге, она нам позвонила и сказала, «Наташа, вы знаете, надо книжку все переделать». Я говорю, «Как? Мы же все сделаем». Она говорит, «Нет, вы понимаете, читатель должен пережить вот эту трагедию». Вот в той книжке, которая вот композиционно была старая, и мы приблизительно хотели это сохранить, этого не ощущается. Я предлагаю все сделать иначе. Так вопрос, почему мы ее делали три года? И тогда она придумала разделить книгу на две части. Первая часть черно-белая, черно-бело-красная, где рассказывается о событиях, которые произошли в советское время. И картинки все, помимо фотографий, они маленькие, черно-белые. А потом такая отбивка, и ты можешь увидеть все вот эти шедевры уже в огромном масштабе, даже с фрагментами самой серьезной вещи. И поскольку это все напечатано в Италии, потрясающего качества, то ты действительно переживаешь вот это чувство какой-то такой вот неусполнимой потери. Я хочу сказать, что мы сделали более подробную подробную хронологию, мы уточнили многие вещи. Здесь, конечно, потрясающий вот этот вот вклеенный кусочек ведомости, вот ручная просто работа. То есть это получилась совсем другая книжка, с одной стороны. И очень была серьезная редакторская работа. И я, ну, как говорят, что книжку можно редактировать до бесконечности, но я увидела, сколько 20 лет назад было допущено ошибок. Поэтому я считаю, что эта книга, ну, она совершенно новая. И к тому же книжка старая, все спрашивают, чем отличается. Дело в том, что старая книжка, она библиографическая редкость. И что поразительно, что до сих пор все спрашивают, где же ее достать и прочее. Я считаю, что, конечно, вот эта книга, во-первых, ее формат, ну, все, как в ней сделано, мне кажется, это будет гораздо интереснее. И даже такая у нас мысль посещала вот с Оксаной, дело в том, что, вот видите, книга делится на две части. Вот эта часть черно-белая. Есть люди, которые не очень-то любят читать книжки, потому что здесь же еще огромные... Мы же еще что сделали? Мы вынесли большую часть примечаний в конец. Потому что для ученого человека что самое главное? Именно и оказатели примечаний. Но есть люди, которые будут покупать эту книжку просто для того, чтобы рассматривать картинки. И, может быть, рассматривая вот эти вот потрясающие работы, им захочется прочитать, вернуться потом. То есть, так сказать, ученый человек будет читать это сначала, а это можно читать с конца. И он почитает и прочтет какие-то главы. Кто-то... Я не претендую на то, чтобы человек, который просто решил поставить книжку на полку, что он все прочитает. Но мне кажется, что это настолько интересно, это хорошо написано. И здесь такие подробности, которые, по-моему, просто интересны для любого человека, который интересуется нашей историей. Сейчас, увы, мы никуда не ездим, но многие, многие, попадая, например, в Национальную галерею в Вашингтоне или в музей в Метрополит в Нью-Йорке, они как-то так обращают внимание на эти знаменитые работы. Может быть, и когда они узнают, что это работа была из России, это их невероятно поражает. И как все это происходило, почему это было, ради чего, что хотели сделать наше советское правительство, чем оно хотело закрыть какие-то дыры в бюджете и так далее. И как, в общем-то, ничего из этого не вышло, можно узнать из этой книги. И действительно, 20 лет – это огромный, огромный отрезок времени. Даже для меня, человек, который работал примерно 30 почти лет в этой теме, когда я делала вот этот именной указатель, я потрясалась, что я находила всех этих людей, я узнавала, какова их была судьба, когда они умерли. И особенно для меня, конечно, был интересен кусок, который я уступила писателю Шпитухову, куратору Пушкинского музея, о продаже произведений нового западного искусства, вот двух картин из Собрания Морозова, которые, увы, не будут на выставке в Париже, которая откроется 21 сентября Фон Девлеттон, но она есть в нашей книжке, это портрет Мадам Сезан и ночное кафе Вангука. Ну вот, я считаю, что вот это, ну просто невероятной красоты, вот эти фрагменты, которые, которые удалось сделать, вот этих шедевров, просто некоторые буквально поразительны, конечно, огромное спасибо итальянской типографии, которая напечатала, вот этой, вот этой картины, кстати, не было в первом издании, потому что мы не знали про нее, вот так, многие, многие про это не знают, много здесь вот эти проданные работы, певица в зеленом, собрание Рябушинского, которым сейчас занимаюсь, вот портрет Мадам Сезан, который не приедет, и, конечно, ночной кафе Вангу, который хотелось бы видеть на Парижской выставке, который находится в собрании Ельского университета, я еще хотела показать, тоже у нас не было, это вот вещи из музея Хиллвуда, которые, которые попали туда из фонда Гетти, и вот удивительно, в Белоге вот такая ведомость, которая прямо тебе кажется, что это вот из того времени сделанная вручную, вставлено, еще хочу показать вам обложку книги, на самом деле, она может быть даже кому-то будет более, тронет кого-то больше, чем вот эта, да, обложка, мы очень, очень, очень было сложно найти картину для обложки, это был тоже отдельный спор, можно потом читать в лекции про, по дизайну, и долго-долго спорили, и в итоге вот нашли вот этого Рембрандта, в общем, мы много, много Рембрандтов продали, потому что еще в 19-м году в искусстве коммуны была такая статья, призывая, вот это одна из первых статей, которая призывала вот той продажи, которая начнется до конца 20-х, где автор писал, что, ну, продадим мы 20 Рембрандтов там из наших 50-ти, а потом будет мировая революция, и все к нам вернется, но на самом деле ничего к нам не вернулось, а вернулось только вот в этой прекрасной книжке, где мы можем рассматривать шедевры, которые периодически приезжают в Эрмитаж, потому что в основном это было продано оттуда, и мы можем на них смотреть в тех залах, где они когда-то висели. неизбранна, когда они рекоменда buddy, это будет terrific там Продолжение следует...